Всем привет и добро пожаловать в Farming Simulator 22, финальный эпизод. Ну и в начале ролика я просто не мог не поставить комментарий адского парадайса, который провел небольшое расследование о том, что же случилось с пикапом и почему он на крыше. Пикап стоит на крыше с 6 серии, последнее его появление на колесах было на 7 минуте, после чего больше его на колесах никто не видел. Ну и конечно же самый залайканный комментарий, который у нас есть от пользователя user.truc9jn1nr7q, который собрал петицию на полчасовую серию. Ну и неплохо подметил вот этот человек, что серия теперь будет не через 2 недели, а через месяц. Примерно так оно и получилось. Возвращаемся к нашим владениям. Ааа, и самая первая проблема, которая у меня сейчас есть, это корм овцам. Потому что оказывается то, что я им принес, на самом деле им вообще не подходит. Ну пока что еда у них есть и это неплохо, но вот эту солому нужно куда-то деть. Ну и так как у нас на счету всего 3000 долларов, боже, куда я дел все свои деньги? Нам придется это все продать. И так как прицепов у меня по сути нет, есть только низкорамник, я разгрузил его от одежды и загрузил туда полностью сено. И отвез все это торговцу животными. За это небольшое время мне успело немного капнуть денег от солнечных панелей. Теперь у нас 4000 долларов вместо трех. Ээээ, эта погода не меняет совсем. Но тем не менее, после продажи соломы у нас на счету уже 12500 и с этим можно уже что-то делать. Но опять-таки, так как у нас нечем кормить наших овец, нужно будет убирать уже свое поле. Но, конечно, на основную работу я нанял Наймита, а сам наблюдал просто со стороны, как он красиво это все делает. Ну и вы знаете, что надо делать с травой после этого всего? Ее нужно собрать в кучке. И со всеми этими арендами у меня на счету осталось 1800 долларов. Но зато овцы у нас какое-то время не будут голодать. И это хорошо, потому что они наш основной доход. Не сказал бы, что тюков я сделал достаточно-таки в большом количестве, и я не знаю, насколько точно нам их хватит, но на первое время сойдет. Ну а на следующий месяц, август, я занимался рутиной. Как обычно, мед, шерсть. Сходил к курочкам, кстати, это еще одна новая задача, которая у меня появилась. Посмотреть, что там у нас по яйцами по корму у курочек. Вроде все окей. Посмотрел на наши теплицы, вода у них стояла, так что они нам тоже приносят ежемесячно какую-то прибыль. В сентябре я понял одну важную вещь, что корм для курочек у меня тоже не бесконечный. А сейчас как раз отличный месяц для того, чтобы посадить ячмень. Для этого я арендовал культиватор, ну и собственно обработал два наших больших поля. И вы не поверите, что произошло. Наш канавный монстр очнулся. Он живой. И он хочет работать. Но для начала я его, конечно, починю. Потому что, а почему бы нет? Всего четыре тысячи за ремонт и как бы Нью-Холланд опять на ходу. На тех полях, которые я прокультивировал, нужно убрать сорняк. Так я подумал, по крайней мере. А оказывается, почему-то сорняка на них нету. На одном поле нужно известь, а на втором вообще ничего не надо. То есть, только удобрить. Получается, я арендовал зря полольник. И зря синий трактор выехал своей канавы, чтобы поработать, наверное. Но так уж и быть, я решил его помыть. И теперь этот синий трактор выглядит как новенький. И я полагаю, что самое время сделать обзор на синий трактор. Это трактор, и он синий со всех сторон. Спереди, как и раньше, он выглядит как крабик. Неуклюжий, но свирепый. О боже, у него есть дворник, и он работает. И сзади тоже. Ну и, конечно, колесики поворачиваются. Да, зря только в поле он не работает, а пока стоит здесь отдыхает. А тем временем, я закончил культивировать все свои поля. Арендовал сейлку на последние деньги. У нас на счету остался 81 доллар. Это просто смешно, потому что как это может быть в финальной серии? У меня на счету 81 доллара, а не миллион. Но мы это узнаем дальше. Взяв сейлку, загрузив ее последними семенами, которые у меня оставались. Благо, их покупать не приходилось. Я отправился на поле для того, чтобы, собственно, засадить все здесь. И это все мне приходится делать самому, потому что денег нету для того, чтобы нанять рабочего. И вдруг до меня доходит. После того, как я посадил культуру, уже после этого нужно прополоть, а не после того, как ты культиватором пройдешь. И вот теперь у меня сорняк растущий, твою мать. Ах, как же я натупил. И так как денег у меня не было, а работы предстояло очень много, я решил продать пару коробок одежды для того, чтобы нанять рабочих, и они пока обрабатывали эти поля. А за две коробки мы получили ни много ни мало 12 тысяч. На это время нам точно этих денег хватит. И я арендовал опять этот чертов полольник, потому что я его уже сдал, я уже забыл про него. И наконец-то синий трактор будет работать. И вы посмотрите, он отлично справляется своей задачей. Он не бесполезный, вы представляете? Не, ну я знаю, что вы представляете, вы мне об этом писали. Просто я не хотел его ремонтировать и ставить на поле. Но мы об этом умолчим. И пока эти ребятишки там заняты работой, я решил взять контракт. Даже два контракта. На то, чтобы тоже убирать траву на других чужих полях. В общем, да, очень странно. Я на своё поле нанял рабочих, чтобы они мне убирали вот эту траву прополка. И сам пошёл на другое поле, чтобы делать то же самое. Но за деньги. Ну в общем, я просто решил отбить те деньги, которые я потрачу на рабочих. И на аренду техники. И пока я там был занят своей работой, я решил посмотреть, что там делают мои рабочие. Прихожу, а один из них попал в ДТП. И скрылся с места преступления. Он просто, не знаю на какой скорости, но на какой-то приличный. Влетел в дерево, застрял туда колесом. И теперь оттуда практически нельзя выбраться. Какого чёрта рабочий? Но трактор я оттуда вытащил и нанял другого рабочего. Может этот не будет халтурить. И к сожалению, семена у меня закончились, так и не засадив всё поле. Но это не страшно, потому что по большому счёту это зерно нужно нам, для того, чтобы кормить курей. И то, что мы не засеяли полностью поле, это ничего страшного. Ну а я тем временем заканчивал уже второе поле по контракту. И по большому счёту я просто отбил деньги, которые потратил на аренду и на рабочих. Что неплохо. И как мы помним, на одном поле требовалось известь, а на втором только удобрение. Но это уже на следующий месяц. После того, как я пробежался по своей ферме, я взял в аренду распрыскиватель удобрений. Необычно для меня, потому что обычно я беру всё на жидком удобрении, а на этот раз взял на сухом. Всё для того, чтобы можно было в него загрузить известь. Закупившись всем необходимым, я погнал синий трактор на работу, потому что, ну, он очень много всего пропустил. Да, ему нужно работать. Но, как оказалось, это почему-то не помогало. То есть, я прошёлся известью, а оно пишет «нужна известь». Я просто отвёз это всё к себе домой, выгрузил, поехал, загрузил себе удобрений. И, собственно, решил просто удобрить это всё поле и уже не известковать его. И так я практически потратил уже все деньги на то, чтобы всё это купить. И пока рабочий трудится на моём поле, я взял контракт на тюкование в надежде на то, что мне перепадёт какой-то лишний тюк. Но со всего этого контракта мы получили всего 4 вот таких вот тюка по 4500 литров. Это немного отсрочит нас от того момента, когда нам всё-таки придётся нормально заняться этим вопросом. Но пока что мы это отсрочили. Опять. И все поля у нас удобрены, так что можно идти свободно спать. Ноябрь у меня начался уже с второго дня записи. И в этот день я установил один очень любопытный мод, который позволит мне меньше париться с пчёлами. А именно это точка спавна поддонов с мёдом. Теперь я могу их здесь спаунить 24 штуки. И мне не придётся постоянно вот это разгружать, это всё, чтобы это всё было. 24 штуки это довольно-таки много. Это несколько месяцев я могу просто забыть об этом мёде, и он будет там спауниться. И решил немножечко как-то облагородить это пространство, потому что здесь как-то пустовато мне казалось всё время. Но я никак не занимался этим вопросом. Так что я влепил такой небольшой заборчик, к мёду я поставил ворота, чтобы можно было туда заходить свободно. И получилась вот такая вот маленькая уютненькая штучка с мёдом. Ну и ноябрь по сути на этом закончился. Да. В декабре я проверил, как работает наша новая система, и это просто восхитительно. И в декабре абсолютно никаких дел не было, даже контрактов не было. Поэтому я пошёл спать дальше к январю. Январь у нас был полной рутины, и мы плавно перетекаем в февраль. Выпал снежок, стало всё миленько и прикольненько. Но, к сожалению, дел так и не появилось. Поэтому мы сразу идём в март. А это время продажи мёда. Это стало ещё более удобней, потому что мы вот так вот по три пачки поддонов просто передвигаем, и продаём сразу огромное количество мёда, не парясь просто. Кто занимается мёдом, советую ставить сразу вот этот мод, который позволяет больше поддонов спавнить. Потому что ванильная механика, она просто убогая. Ну и на продаже мёда, собственно, этот месяц и закончился. Мы плавно переходим в апрель, а в апреле это наш самый прибыльный месяц на данный момент. Так как мы в этот месяц продаём одежду, а в этом месяце у нас её набралось всего 11 тысяч. Но после этой продажи я всё изменю. Так как у нас на счёту 152 тысячи, я беру в аренду культиватор. Вы спросите, зачем, но вы сейчас всё поймёте. Не переживайте. Приезжаю с культиватором на свою площадку и делаю вот такое движение. Я убираю эту чёртовую сечку, которая у меня очень давно выпала с бункера. Она мне мешает жить. Ну а после того, как я ей убрал эту сечку, я отправил этот трактор с культиватором на контракт. Ну чтобы хотя бы он отбил деньги за аренду. А всё это мне нужно было вот для чего. Ткани мы производим с таким запасом, что наше ателье не успевает перерабатывать это всё в одежду. Так что мной было принято решение построить ещё одно ателье. Тем самым мы удвоим прибыль с одежды. А это ни много ни мало 300 тысяч долларов в год. И вот новое ателье стоит. К сожалению, оно почему-то на первый месяц не сработало так как надо. Да не знаю, распределение походу не сработало так как надо. Но на следующий месяц всё заработало адекватно. Ну а я пока закончил контракт с культивацией. И отправляемся спать. И несколько месяцев подряд у нас была сплошная рутина. Аж до июня, когда нужно было убирать наши поля ячмени. Я взял в аренду жатку, погрузил её на низкорамник и отвёз к нашему комбайну поле. Ну и так как в нашем комбайне место не бесконечное, мне пришлось наше зерно, которым мы кормим курей, отвезти на вокзал. Спасибо, кстати, за совет. Я совсем забыл, что у нас на карте есть бункер на железной дороге, где мы можем, собственно, хранить бесконечное количество зерна и всего, чем можно высыпать. Так что я первый прицеп нашего зерна отвёз туда. И последующие все прицепы с ячменем отвозил тоже сюда. Ну а последний прицеп ячменя я уже отвёз к нашим цыпочкам. И в следующем месяце у меня случился небольшой казус, потому что я собрал большое количество яиц и попытался их продать. Ну как попытался, я их продал. Просто всё то, что я сделал в этом месяце, не записалось, так как у меня отрубили электричество, запись не сохранилась, восстановить её нельзя. В общем, в чём проблема была? Мне нужно было продать яйца вот сюда, к нам, там, где мы продаём мёд, но туда заехать на фуре я тупо не мог. Поэтому мне приходилось с фуры выгружать это всё вот рядом где-то здесь и перетаскивать всё ручками на точку продажи. Кстати, да, я поставил мод на автопогрузку с вот этой фурой. Очень удобный, советую. Правда, выгружает очень тупо. И в общей сложности мы продали яиц на 47500, что неплохо, вроде как. И на эти деньги, которые я получил уже из курочек, я хотел купить себе новый прицеп, для того, чтобы убирать поле с травой. Ну, потому что у нас сейчас проблема с этими чёртовыми овцевами, а тюки я делать не хочу. И самый крутой прицеп стоит 132 тысячи, а у нас на счету всего 121. Так что, я продаю мёд. И вуаля, у нас на счету 144 тысячи, и нам хватает на этот прицеп. И, конечно же, я не забываю купить силосное добавление. Я не знаю, работает ли оно на траву или только на силос, но я его купил. И вот такой аппарат у нас получается для кормёжки овц. В чём его прелесть? Он полностью автоматический. Ну, в том плане, что я могу просто поставить бота, чтобы он этим занимался. И когда прицеп заполнится, я просто прекращаю работу. Так как полного прицепа мне практически хватает на год, для того, чтобы кормить две стайни своих овец. Не сказал бы, что это суперудобно, но это намного удобнее, чем всё время делать эти чёртовые тюки. И к самому апрелю нас ждало большое количество рутины. Потому что мёд, потому что шерсть. Мне, кстати, мёд уже не большая рутина, потому что мы там поставили новую штуку. Но всё равно за ним надо было смотреть. Но за шерстью нужно было смотреть, и теперь надо было ещё с прицепа самостоятельно кормить овец. Но это такое, раз в три месяца надо было выгрузить корм. Сойдёт. Но, наконец-то, что-то интересное случается. Это продажа одежды. Сейчас с двух заводов уже практически ровно год прошёл с тех пор, как у нас работает два ателье по производству одежды. И вот я всё загружаю в свой великолепный автоприцеп. В общей сложности у нас 24 тысячи литров одежды. И это всё нам приносит 245 тысяч долларов. Неплохо, неплохо. По-моему, это вообще самая выгодная тема, которая есть в ферме. И твою ж ты, бейтс, я забыл за это всё время, что у меня лежит на поле жатка, которую я не сдал в магазин. И каждый месяц мне прилетала пня за эту чёртовую жатку. Ну ладно, ладно. Солнечные панели, конечно, всё это гасили, но всё равно неприятно. И совсем с этим я полностью забыл, что у меня есть вот эти теплицы, и что им нужна вода, и что вот это всё. Я как бы не почувствовал, что они перестали работать. Вот в чём прикол. Поэтому я считаю, что их просто нужно все продать. Они мне, ну, вообще никак. Ну вообще, ни рыба, ни мясо. Возможно, если бы я усеял ими всё поле, какой-то выхлоп у них был. Но в таком количестве они мне не приносят достаточной прибыли, чтобы я о них парился. Ну и раз мы уже здесь, давайте немного оккультурим вот этот участочек. Я поставил небольшой забор для того, чтобы разграничить наши две предельни. Влепил пару деревьев, пару кустов. Ещё один заборчик поставил, и это место начало выглядеть более-менее аккуратней, что ли. Также у нас есть небольшая проблемка там, где у нас стоит ателье. Там дорога чё-то как-то вообще попортилась, так что я нарисовал новую. Ну и так это место выглядело более-менее приятно. И на этом я решил не останавливаться. Я решил отградиться немного от соседей и поставить забор. Ну и наконец-то. Наконец-то у нас есть деньги, я могу продать свой домик, чтобы купить новый. И вы посмотрите, сколько месяца он здесь уже стоит. 188. А он был, по-моему, куплен не в первый месяц моего пребывания здесь. Но пришло время с ним расстаться. И на его месте мы построим коттедж. И не простой коттедж, а коттедж из модов. Который не такой вычурный, но более приятный, что ли. Там есть много домиков разных, но я выбрал вот такой. Контрастненький, синенький. Сзади у нас небольшая проблема со всем этим, но мы туда смотреть не будем. Представим, что там ничего нету. Ну и так как у нас скоро Новый год, я решил поставить еще пару гирлянд возле дома. Это тоже, кстати, все с мода, так что не ищите это в обыкновенной игре. Ну и так как мы влепили гирлянд, мне кажется, на место, где у нас стоит пикап, отлично стала бы елка. Ну и справа от дома как-то пустовато, поэтому я ставлю туда некую беседку со столиками, где можно было бы выпить кофеечку и сыграть вуно с друзьями, которых у меня нет. И все это обнес красивым забором. Слева же от дома я посадил большое дерево, ну чтобы место просто не было пустым. И вот такая картинка меня устраивала уже больше. Ну и в целом наше пространство немного модернизировалось и стало более приятным, что ли. Ну и конечно у нас есть деньги, почему бы не потратить их на солнечные панели. Как по мне это самое лучшее вложение, не считая, конечно, еще овец и отелье. У нас плюс 2 новые солнечные панели и на счету 51 тысяч. Но зато за месяц мы уже получаем 17 тысяч долларов. И вот после всего этого я прожил на ферме еще один целый год. За это время у меня успело накапать 235 тысяч долларов чисто из меда и солнечных панелей. У нас за это время появилось огромное количество яиц. Ну и собственно самое время их продавать. Почему-то мой прицеп с автопогрузкой работает очень странно на этих яйцах. Но в конце концов я их все загрузил. Это все естественно продавать удобно у нас не получается. Так что да, вот приходится вот здесь скидывать и все перетаскивать туда и продавать. Но это вроде тоже удобно, наверное. Кстати, да, низкорамник я продал. Почему-то я не записал тот момент, когда я продал низкорамник и купил вот этот здоровенный прицеп с автопогрузкой. Вот возможно на низкорамнике было бы удобнее, если бы я просто погрузил свой низкорамник и привез сюда. И оно все продалось бы автоматически, потому что почему-то с фуры тут не продается. Но после того, как мы продали яйца, у нас значит уже 271 тысяча. Но это месяц апрель, мы продаем еще одежду в этом месяце. И у нас 225 тысяч прибыли с одежды. То есть ежегодно мы по большому счету получаем с одежды 225 тысяч долларов. Четверть миллиона, как вы понимаете, только с одежды. И допродавав мед, у нас на счету 500 тысяч долларов. Полмиллиона. Половина нашей цели. Новые объекты мне по большому счету не нужны. Новый транспорт нам тоже не нужен, потому что весь, который есть у нас, хватает ли хвой. Поэтому я живу еще один целый год. И вы посмотрите, как атмосферно выглядит зимой наш домик. Кстати, я не заметил этого, когда играл, но уже вижу на записи, что возле дома у нас появились снеговики зимой. Это забавно, потому что летом их там нет. Было бы прикольно, если зимой было бы здесь больше занятий. На ферме я имею ввиду. А так зиму получается просто скипэйш. Ну и вот год подходит к концу. Я выключаю все свои производства, которые у меня есть. То есть с этого момента ни ткань, ни одежда больше не производится. Собираю всю одежду, которая у меня произвелась за это время. И после продажи одежды у нас 850 тысяч долларов. И вы скажете, это еще не миллион. И вы правы. Потому что у нас еще есть огромное количество яиц, которые нужно продать. Они, кстати, продаются не в апреле. Это не их месяц продажи, но я продам их сейчас. И вот после продажи всех яиц и всего меда, который у нас еще остался там лежать, у нас на счету 881 тысяча. И вы скажете, это все еще не миллион, и вы все еще будете правы. Но вот что? Эти два поля нам больше не нужны. Зачем они нам, если мы больше этим не занимаемся? Мы занимаемся одеждой, а все, что для одежды надо, у нас есть. Так что эти два поля пустуют не просто так. Они уже два года никак не обрабатывали. И они ничего не приносят. Поэтому я решил продать эти два поля. И после продажи на нашем счету 1 миллион 177 тысяч. Цель достигнута. Но самые внимательные зрители вспомнят, что у меня был еще долг. Кредитный, да, в банке. Ну и вы правы, 265 тысяч баксов я еще торчу. Так что сейчас я гашу этот долг. И у меня 912 тысяч долларов на счету. То есть все еще не миллион. Твою ж ты мать, надо пойти поспать. Но этим проблему не решишь, да, все время спать. Ну как бы решишь, у меня же луночные панели. Они мне приносят почти по 20 тысяч ежемесячно. Можно просто поспать до миллиона и все будет окей. Но я вспомнил, что у меня шерсть и куча стоит. Просто так. И как бы зачем она мне нужна, если ателье уже не работают. Ткань уже не производится. Так что я гружу все это. Отвожу на продажу. Получаю 22 тысячи сверху. И у нас 978 тысяч. Ложусь спать. Получаю 20 тысяч сверху. И допродаю мед. Ровно до миллиона. И 44 долларов. Вот лишние вообще были. Но тем не менее у нас ровно миллион на счету. И мы с самого нуля баланса дошли до миллиона. И сейчас по большому счету мы можем делать ничего. И деньги будут нам капать по 20 тысяч долларов в месяц. Мы можем жить себе прибиваючи. Влаживаться в новый бизнес. И как бы жить отлично. Надо сделать какой-то взгляд в прошлое. Да? Посмотреть где мы были. И у нас на счету 0. И вот оно. Наше поле. Это по большому счету вот это все поле будет небольшим нашим хабом в дальнейшем. Где мы будем держать нашу технику. Ну и все в этом роде. Отстой. Чуть-чуть некрасиво получилось. Но когда разбогатеем, надо это будет все исправить. И таким образом у нас будут пчелы. И вот так и получается. Контракт за контрактом. И у нас скопилась некая сумма. Пришло время выбирать, куда же мы будем их тратить. Первым делом я решил купить себе небольшой... Для того, чтобы можно было перевозить мед. И вот у нас уже есть маленький пикапчик. О боги. Здесь продается New Holland трактор. Среднего размера. Это просто охренительный трактор. Так, и что мы там хотели? Точно. Мы хотели купить по скидке... Где? Где мой трактор? Какого? Я не спал все это время. Я пахал как проклятый. Все контракты почти выполнил, которые у меня были. Заработал эту чертовую кучу денег. Чтобы что? Чтобы не было трактора там? Но тем не менее, мы понемногу расширяемся. И вроде даже не идем в минус. Мы обзавелись новеньким трактором, который не тащит ни хрена. Не, ну что-то он-то тащит, да? Но то, что нам надо, он не тащит. Так же мы обзавелись новыми сенокосилками, которые модные, красивые. Снокшибаки. И посмотрите, что мы имеем сейчас. У нас есть большой автопарк. Синий трактор, желтый трактор, ман, комбайн, который нам не надо, но он у нас есть. Ну и конечно, не стоит забывать про то, что у нас еще есть пикап, который на своем месте. У нас есть сенокосилка. У нас есть отдельный прицеп под зерно для того, чтобы кормить курей. У нас специальный прицеп для того, чтобы собирать траву и кормить овец. У нас здоровенный прицеп для того, чтобы все это возить и продавать. И эта вся ферма не дошла бы до всего этого, если бы ее не смотрели вы. Оп! Вот я, я, я. Потому что вряд ли бы я сам до этого всего дошел. Так что спасибо всем активным зрителям, которые присутствуют на этом канале. Но и так как это был финал серии «От бомжа до миллиона», ферма на этом не заканчивается. И вот после того, как я достиг своей цели, заниматься было больше нечем. Так что я решил продать все свое имущество. На оставшиеся деньги я купил себе небольшой участочек в абсолютной глуши. Здесь нет людей вообще. И конечно про технику я не забыл, поэтому у нас здесь есть и селки, и комбайны, и прицепы для разбрыскивания удобрений. В общем, все для старта у нас есть. Даже маленький дом. Хотя домом это сложно назвать, больше похоже на какой-то сарай. Но спать есть где, и это хорошо. И вот на этих пустынных, ничейных землях будет разворачиваться новая история. У нас здесь предстоит огромное количество работы, и ограничивать себя как-то я не собираюсь. И цели на миллион у меня уже нет, потому что мы ее достигнем очень быстро. Моей целью будет сделать это место пригодным для жизни. Чтобы сюда могли приехать новые жители. Чтобы здесь появился целый город. Фермерский город. Пошел акку... аккуратненько, аккуратненько подвиг... Сука! И последний, последний пристегнулся просто идеально. Держится просто, ну как будто над... Ну на честном слове. Честное слово. И вот у нас получается три контракта. Опрыскивание, посев и тюкование. Мое любимое. Нет. В мой пикап это точно не влезет. Или... Все-таки влезет. Хм... Изначально я нагрузил его вот так. И в принципе неплохо. Получается такие ходки 4-5 и я все сдам. И машина более-менее стабильная. Едет нормально, не переворачивается. Но потом я подумал, что можно же грузить по-другому. Поэтому уже в следующий раз я нагрузил ее вот так. И это по сути максимум, который возможный. Потому что дальше ремни уже просто не берут. И в общей сложности у меня получилось всего три ходки. И тюки сданы. И вот я приехал домой. Для того, чтобы посмотреть, что там мои овцы. А мои овцы уже чувствуют себя как дома. Смотрите, ходят здесь. Развлекаются. Ну, стоп, где ты оказался? А, это... Это наше барахло. Стоит в канаве. Ну, тут ему и место, да. Здесь кусты, деревья, все это мешает. Так что я решил прикупить пилу. А когда купил ее, внезапно ослеп. Я не знаю, похоже, у моего персонажа выпали линзы. Или он потерял где-то свои очки. Но что-то зрение как-то не восстанавливается. Я решил перезайти в игру. Но это не помогло. Я все равно остался слепым. Я не понял, в чем прикол. Единственное, что я сделал, это купил пилу. Поэтому я продал пилу. И я стал опять зрячим. Это как вообще работает, я не понял. Я купил другую пилу. И почему-то я вижу все окей. Странная какая-то пила. Все деревья, которые я здесь спилил, я немножечко обработал от лишних веток. Загрузил в пикап. Хотя они все в пикап сильно и не влазили. И повез их на лесопилку. Потратил я на это все довольно-таки много времени. Но я думаю, оно того стоило. Сейчас мы продадим все это барахло. И получим 92 доллара. И вот что мы имеем. Отличный ман. Цвета какой-то плесени. У него есть колеса. Даже несколько. Снизу он выглядит очень агрессивно. В салоне у него есть руль и два сиденья. Это что-то с чем-то. Еще он может ехать. Если вы не поняли, это был обзор на технику. Я очень хорошо разбираюсь в этом. О бой, о бой. Это просто топовый трактор для меня. И сейчас он продается по скидке. А у меня как раз есть деньги, знаете. Так что я решил купить. Почему нет? Почему нет? И так мы обзавелись первым трактором. И первым делом я пойду обкатаю его. Конечно же. А что это? Блин, это опять ты? Ну наверное продавать тебя не буду. Потому что наверное лучшее место для тебя это вот здесь. Да. Наверное здесь и стой. А вот и наш красавец. Итак, быстрый обзор на технику. Это GCB. Это огромная махина, у которой колеса больше чем я. А спереди он немножечко похож на крабика. В салоне же у нас открывается отличный панорамный вид. И его максимальная скорость 73 километра. Что не может не радовать. Он практически едет как мой ман. И даже мои опцы заценили этот трактор. Им определенно нравится. А вот этой почему-то не нравится. Слышь, почему тебе не нравится мой трактор? Не, ну если тебе не нравится, то и ты мне не нравишься. До свидания. Но самое главное. Самое главное. Самое главное, что... Этот трактор стоит на своем месте в Канаве, да? Ну а остальное не имеет значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok